Агдамский музей хлеба распахнул свои двери 25 ноября 1983 года. Он был первым и единственным на тот период подобным музеем в Советском Союзе и вторым в мире. Он располагался в охраняемом государственном памятнике культуры – мельнице, которую построили в конце XIX века и привели в рабочее состояние. Примечательно то, что в день она могла перемалывать до 10 тонн зерна. Уникальность этого музея, помимо того, что он находился в исторической мельнице, заключалась и в его экспонатах. Там демонстрировались и окаменевшие пшеничные зерна VII века до н.э. и кусочек хлеба из блокадного Ленинграда, привезённый сюда, переживший блокаду Галины Андреевны Канаевой, работавшей хлебопеком в Ленинграде. Экспонат античности из средних веков, множество ценных книг, рукописи, материалов о развитии хлебопашества, старинное орудие земледелия – интереснейшая коллекция была. Более полутора тысяч экспонатов. Уникальная коллекция экспонатов Агдамского музея хлеба и его знаково-историческое строение были уничтожены в результате варварских действий армянской стороны. В него дважды попадали снаряды Града, выпущенные оккупантами. Взрыв второго в начале 90-х годов прошлого века и стал причиной разрушения. «Конечно, музей будет восстановлен. Я считаю, что мы также должны и законсервировать какую-то часть последствий армянского вандализма для того, чтобы грядущие поколения видели, к чему приводит фашизм, чтобы подобное не повторялось в будущем. К Меннице прилегало ряд строений, которые сейчас полностью уничтожены, но у нас имеется более 180 архивных фото и документов. Мы обязательно будем демонстрировать их в качестве экспонатов следующему поколению, чтобы показать, как все было до разрушения». Отметим, что 20 ноября постоянное представительство Азербайджанской республики при ЮНЕСКО на своей странице в Твиттер опубликовало снимок, на котором показало музей хлеба в Агдаме до оккупации и после освобождения от агрессорской армии. В публикации также говорится, что освобожденный Агдам будет восстановлен и расцветет. Михаил Алтухов, Найбгаджиев, CBC